походите миша берите коврик вот поэтому конечно бы у вас желание такое стойко себя поправить или так решили забрести что попробовать ну и то и то я попробую если мне понравится то я буду в этом направлении дальше не из желания стойкая все-таки балансировать состояние ну понравится это не то интересная мысль и лекарства принципе бывает и горькими ну а потом главный эффект же потом-то да но это нужно дождаться хотя принципе учит а ваша кондиция не думаю что как будет включаться голова надо еще посмотреть это вопрос бывает таскать внешний вид ни о чем не говорит с виду как бы все хорошо ну-ха ну ладно спасибо за информацию значит если будете ходить то все-таки прочитайте книжку да вот четыре главы можно призы почитать до головы про на яма если интересно будет дальше не надо программа там и детективная техника это ничего не надо вот спасибо передавайте алексей есть вам что сказать или хочу прояснить тему право все-таки вот эту разницу между молчанием ума ментальной релаксации как-то у меня некоторые путаница в голове уже на этот счет такая чего приходит а что что не ясно ну для начала в чем еще разница как бы между ними между молчанием ума и ментальной релаксации то что там книжки пати релаксация ментальное общее они связаны на молчание ума это нечто другое это торможение то есть есть глубокое расслабление до аминетики на техниках уже идет те кажется тхарана там сло хам прочее там идет торможение глубокое но молчание ума то сказать да когда мы принципе вот то занимаемся уже чистым созерцание тогда наступает молчание ума что мы тогда в вас она кто ловит это молчанию что вас онах то мы должны все таки ловить чего в молчанию в вас онах нет мы просто важны расслабляться и ни о чем не думать текущий и учиться просто наблюдать со внутренним пространства ума да вот кто-то вот видит образы допустим да думает образами вот идут картинки человека там вчерашний день какие-то проблемы там да вот сама вашего не управляли этим не связывали с этим чтобы они шли с вами по себе а вы пикник на обочине на вот мы уже говорил вы сидите на обочине а там идет пикник там ваши мысли идут а вы в них не втягивайтесь как облака на небе вы смотрите они плывут посмотрели одно облака опа уже фокус схлопнулся да просто наблюдать отрешено а потом возникает состояние такое между снова бодрствование просто вы обо всем забываете текущим и как бы то ли спите то ли не спите собственно это будет ментальная релаксация полное и глубокое расслабление на значит когда вы делаете асаны то в паузах между асанами можете вообще-то ехать до каша вас они вас они вы немножко приходите как бы себя на но все равно не особо не помните ни о чем чувствуете тело вы находитесь теле и все внимание как бы да здесь а молчание ума тоже другое дело полное молчание ума от торможения там ее торможение ну очень сильно из которого там даже мне нужно выходить по мозгу этого то что вы там эти до тахара нас не выговариваем возникли названием чем тебя до кашель да ну вот это вот 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 она вся разница но делать еще о чем что когда ну допустим человек когда спит зачем собственно сон до мозг восстанавливать все параметры жизнедеятельности во сне да вот если вы занимаетесь силой то вы получаете нагрузку который обычно человек в жизни не получает это статика потом учитесь значит расслабляться физически да и не о чем не думать процессе практики значит а когда это есть то наступает изменение и вашей личности да и характере какие-то определенные вот и организм восстанавливает сам себя собственно говоря вот когда вы делаете асаны да и при этом не о чем и думаете ментально и физически расслабившись максимально то идет системное восстановление то есть как бы сознание включено организм ничем таким обычным не занимается делать эти позы не спеша него то есть когда вы оставили покоя себя то система начинает себя восстанавливать это вот воздействие терапевтической практике вот если будете заниматься еще созерцанием там это очень блока торможения которое ну как сильнее пробирает сюда и начинается да если если это надо кому-то кому-то хватает вполне восстановить здоровье и покой души да вот созерцание и вообще медитативной техники сама разная но есть глубокое расслабление допустим да это шавасана или йога нидра это еще более глубоко вот если брать скажем созерцательной техники ну вот пространство ума чедакаша это самое пожалуй мощная потом концентрация на дыхании до задержание дыхательное сло хам на движение дыхания существует буддийская випассана когда внимание там на постановку ног но как шри ауробинда да он ходил ради йоги значит да есть когда вы ходите вы ночью вы чувствуете допустим колени да и держите мои на коле как они работают то есть випассана внимание куда привязывается но сохраняя содержание все эти вещи для того предназначены чтобы ну человек нашего образа жизни выпадал из потока и тогда как писал миропом радашвили нами же пика напряжение должно быть поряд пляже выпадения и тогда начинается как бы шаг правой шаг левой да вот это когда человек только летит с одним картоном а только напрягается 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 отдыхает он плохо получается хромая утка некотором роде да как то так брониду кстати такой вопрос интересного меня как бы если я делаю вечером то я потом как бы это не то что вы хуже меньше раньше просыпаюсь как она все заменяется или что-то меняется понимаете тут ты нет я веду она сон заменяет или или как или все это меняется он смотрите вот мы сами живем почему чтобы жить надо есть и там пить да просто истинно но мы же не знаем как происходит процесс пищеварения биохимию не знаем но так не колышет мы едим и живем дальше если займите сега и получаете изменения как они происходят механика непонятно механизмы не ясны никто не знает вот но все что может быть восстановлено отлажено она отлаживается кроме того получается очень интересно такая да мы уже об этом говорили когда-то идет смело день и ночь идут ритмы саркадианная допустим да день ночь луна полнолуние новолуние там да есть внутренние ритмы организма когда мы с вами давно вот допустим я практику мелу неуклонно вот заводом на 8 каждый день там ну почти вот и мы получаем новый ритм которого нет он наш мы его создали но остается ведущим ритмом потому что мы он занимает ну более систематичность чем все остальное по крайней мере получается ведущая частота которая держит ваше состояние и вы начинаете тормозить время то есть ваши допустим сверстники старятся быстрее чем вы да они меньше сохраняются они не останавливаются и так далее так далее вот там целая цепочка слим механизмы неизвестно но это факт вот для чего это принципе так вкратце миша чем добавите это все это просто как кажется чему добавить что нужно добавить о чем разговор о чем разговор ну вот видите алексей все таки как-то вон видишь немножко путается молчание ума молчание ума это метафора принципе потому что не ну чтобы там ну как бы вот человек думает образами и вдруг так сказать ничего нет ну конечно если удастся образа остановить горит как ему удается там будете видеть серый цвет просто нуль цвет и все ничего такого интересного да я кинестетик я ничего не вижу ну обычно темно перед глазами все экран темные но потом идет кино да начинается если мы создаем условия это идет торможение очень глубоко и естественно воздействие воздействие разное кому какого надо чек сатам интересно что его дает капула человека то чего ему не хватает в общем-то его по организации по воздействию по нагрузке на это очень интересный момент ну да согласен интересный ну вот допустим вот вы как ваши как у вас так сказать ментальная деятельность на время йоги она приглушается как-то ну да приглушается зависит тоже а не бывает такого что вообще обо всем забыли бывает иногда бывает вообще иногда несколько сон сделал пока на проваливаешься вообще то есть выпадаешь из времени непонятно сколько прошло но расстаешь будет два часа с лишним занимался не сказано сделал буквально а бывает вот да а бывает другое состояние ритм то есть вот как сказать ну то есть вот как вы говорите там молчание ума то есть это еще больше расслабление на самом деле такая остановка то есть это как от минус бесконечности к плюс бесконечности то есть мы можем делать в принципе бывает практика такая что она больше на физкультуру похоже то есть вот надо да то есть она вот у меня после да то есть не последнюю вот эту неделю меня на самом деле наоборот было то есть они так как потоком идут эти асаны небольшие перерывы вот эти раз ощущение сбрасывается хочется другую сделать асану еще 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 вот два и бывает периоды что прям выпадаешь и говорю не понимаешь какое состояние на кушать пера кто я где я да 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 буквально несколько штук их прям раз-два то ли там спал то ли ну не то что спал вот это вот такое состояние не сон вроде бы да но и не здесь да вот медитативная техника я понимаю что это как бы такой же топ то есть это глубокое расслабление остановка там у кого видимо что-то а потом дальше что-то наверно тоже есть но это надо это дойти я не дошел почему говорить я тут чисто логика понятно да то есть то есть переходим там условно от близкому к динамике когда все достаточно быстро меньше расслабление больше физкультуры и дальше это все уходит в то что определенные условия ну да и получаем и получаем часто от нас не зависящие действительно условия то есть как как получится в этот раз никто не знает не очень понятно не очень понятно да сколько это время займет и сколько это получится если там ну если есть свободное время непонятно то есть от состояния зависит я думаю есть состояние такое более расслабленная то вот удается так игру не буквально несколько штук и можно раз выпасть на пару часов а бывает вот час и там сделал штук 15 их то есть они так идут прям раз сделал там две-три минуты подержал раз минут полтора отдохнул вроде раз опять другую зашел прямо не поток вот я вообще на самом деле даже вот там вот я иду по книжке там я смотрю то или кто то ну как по-разному меня вообще никогда ничего не смотрю я вот захожу от от того что заходится я сделал какую-то шавасану там полежалка расслабился куда меня выкинула вот бывает прям как вот что бывает бывает чередуется бывает лежачий вать комплекс стоячих часто ящик больше добавил чуть-чуть как ну я не не как бы не делаю какой-то план попали суд самое главное как это сказать продержаться в этом столько до чтобы получить эффект и он неизбежно будет но это требует времени ну да ну я вообще исхожу из того что меня выбрасывает просто обычные то есть у меня время есть я так стараюсь планет бывает что не очень дата мы видим подсознательно всем выбрасывает когда там понимаешь что надо что-то дальше делать там какие-то дела вот когда вообще спокоен такой никуда не спешишь это тоже не значит что будет два часа там расслабишься понятно да все равно как бы вот как всплыл и все и больше все не делается дальше раз там расслабился иногда не расслабляешься по делу по делу по делу начал шавасаны и шавасаны даже не закончил все тебя выкинул и все типа все иди дальше и все вот я так вот по ощущениям как бы не правильно ну вот просто как это держать генеральную линию ну да то есть получается сегодня завтра ну да да то есть я стараюсь просто не пропускать по возможности даже если что-то у меня там не получается с утра то я там где-то какое-то что-то похожее сделаю бывает это редко бывает но какие-то бывают нельзя терять скорость ну да и тогда действительно это накапливается то что чудес не бывает ничего не выучишь там ничего не 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 получится если ты пришел там пять раз сделал ну конечно это уже очевидно вот интересный момент у синтезе перри это по-моему южной почтовый когда его друг гиом и самолета упал с сахаре он потерпел катастрофу и потом пешком вышел неделю по ушел там да вот эту как ты вообще спал спрашивает а в рекламно было не думать пошел следующий раз думать прошло карантин невозможно да и все да ну да ну вот да нет но эффект очевидно эффект есть вопрос да как правильно говорите что кому нужно и там куда дальше кто хочет пойти и как и куда пойдет собственно говоря от разных факторов зависит носа то что это дает расслабление то что и действительно если вот я лично по себе знаю если с утра позанимался день другой будет если не выпал там не бывает так иногда встаешь там какие-то там что-то ждал какие-то звонки вопросы уже потом не то если уже начал чем-то заниматься таким ну да как бы материально-житейским дата потом такое расслабление не полу у меня не получается да то есть лучше все равно потом что-то сделать чем не сделать но если сделал сначала ничего не делая из обычной жизни то потом все это делается гораздо легче и проще направим собственно так спасибо теперь вот нашему нашему коллеги на передать столкнулся с интересным эффектом кстати может быть окно кстати прикрыть до что потому что все-таки дует спину просто вот закройте его и все она там где закрывается форточкой на динаме на вот так окно придавите все значит тогда вот тут очень интересный эффект просто значит ну вот есть у человека определенная проблема да и он занимается йогой значит принципе проблемы ну как бы начинается некая разборка с проблемами вот но но значит вполне определенные проблемы физические вот ну и не только физическое но основном физика вот и как бы человек занимается йогой у него нагрузка минимальная вот наступило лето и человек начинает работать дома на даче не знаю значит то есть у него проблемы есть все сопровождение аппаратом да а тут нагрузка и все это с шибкой йога а тут огород вот и возникают некие последствия нежелательные ну да это правда на самом деле я честно об этом даже не задумывался все это сергей сказал там что если просадки там по здоровью да как бы я тоже честно не задумывался о том что это может быть из-за этого ну потому что это как бы обыденно для меня да то есть это каждый год происходит и как бы на это внимание обращаешь но дача ли так рано сверху накиньте на себя да дача принципе берет свое конечно и там определенной нагрузки тогда я работаю просто что-то надо делать вот и конечно я честно говоря не задумался но и действительно наверно скорее все это повлияло так серьезно вот потому что нагрузку на просто думать как-то и сколько вот я сказал вкратце я скажу у меня был один какого-то же пациента у которого были проблемы со спиной хорошие такие вот он занимался вот там два опа спина как бы отошла вот говорит ну а теперь побуду на даче там заниматься ну и давай значит приходит осенью говорит спина болит йога не помогает я говорю а чего говорит а вот я по 8 часов там три месяца я говорю а до того как она начала болеть я даже стоит тогда даже столько не работал а теперь уже после еще хочет ну то есть и тут надо как-то восстановление и происходит сразу те во время много лет накапливаю проблемы да потом и будет раскручиваться раскручивается они примерно в темпе ну наверно один трем то есть если вы насчет три года там у вас было некое ухудшение что появилось то нужно значит год чтобы от этого уйти если было десять лет а значит уже три с половиной года на вот а принципе значит там как рачок начинает взаиматься йогой как сказано в сутрах сутрах мне должно есть мало не должно есть много не должно работать мало не должно то есть уже вы полосе среднее значение а если вы уходите за до полосы это конечно шибкой йоги и перегрузки на вашу проблема накладывается и возникает непределенные непредсказуемые эффекты ну так она ездит вот поэтому надо хорошенько подумать да над как-то все это будет балансировать что не в ту не в ту сторону не переваливала как совершенно верно потому что ведь бывает так что если человек допустим ну грубо говоря там работает там четыре часа на даче там где-то там что делает до после этого будет одна реакция если он работает три часа будет другая реакция пойти должно вот пробовать и смотреть как пойдет по ощущениям да конечно по и по самочувствию и по самочувствию вот как-то так наверно нин чего-то скажете или ну я бы сказал все то же самое только только в ментальной сфере йога дает эффект я расслабляюсь чувствую себя хорошо и начинаю себя больше грузить каким-то всякими такими делами которые требуют которые немножечко неспокойные ну вот все то же самое так момент значит когда ну допустим вот у человека в долгое время был некий раздражающий фактор за портил ему жизнь воде это продолжается на вот и потом ну вот скажу например допустим приходит психотерапевту там друг вася предколе говорит меня тут опять вот загрузила жизнь я пришел к тебе что ты меня расслабил там со мной поговорил все такое значит хлопнула по плечу говорит ну заходи садись вот это два-три часа разговаривает этот расслабляется все нормально очень да и вот когда он ходит говорит ну коля пока но по плечу хлопнула состояние вернулось тут же понимаете да тут вот такая вещь да поэтому когда есть острой темы ну как скажем как болевая точка или как то есть любое пятно да и болевая точка и вот если стоит зацепить и получается что йога помогает здесь 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 а вот болевая точка там она работает слабо потому что ну слишком долго болела пойти это как триггер получается же он даже не зависит от сознания когда вот ты как бы приход пришелся бы нам раша то вернулась опять и тебя 5 но как то может быть можно свою нервную систему полностью изменить чтобы вообще ни на что он не реагирует но 7 стаканешь как говорится да тут им трудно потому что иногда условия изменить невозможно ну лучше конечно какие-то факторы своей жизни убирать но если убрать их нельзя то тогда нужно до момента или ждать пока практика проймет уже так что это срежется перестань действовать в это может и достаточно много времени на 4 скажем заниматься если это возможно созерцанием там это глубокое торможение она может тоже это стереть но это трудно потому что очень сложный навык очень сложно получить можно она сложно в практике получает так что идет практика идет воздействие от практики позитивно но вот эту зону еще ко много лет чего доставала просто не затрагивает она сама по себе остается это нужно очень много практики чтобы уже это стереть да тут вот поэтому с этим трудно мне вот как бы сразу это дает на сон на сразу раз и бессонница и вот я сейчас делаю вывод наверное но раз уж это случается то нужно было наверно тогда ну как бы практикой заниматься всю ночь или как ну раз уж вот я просто не дошло до меня я все ждала что я там уснул вставала ждала а нужно был просто сесть и действительно чем-то созерцанием заняться может быть просто было подниматься можно я даже в озере я вчера даже и в озере плавала и в ванной и вот я такой устал ну полы но это я люблю мать окна полы поэтому я рексона да что как только он отступает без солнца там случай был и человек по-моему ну доктор условно спрашивала что умирать и делать он говорил натирать полы мастикой вот он говорит как только у вас бессонница начинайте делать и через третьи сутки после того как он всю ночь натирал полы мастикой делал то что не хотел видимо его бессознательно решил что все хватит как бы все спим да то есть но это повлияло на того человек который собственно приходил за советом что делать с бессонницей вот что работает в случае других людей не знаю каждому нужно подбирать какие-то свои но знаете это как вот царе выбрали эти фразы горького прифазировали поляк у него там оседлой равнина моря гордо греет буревеси черный болни подобный что говорит он прит восьмое сутки пуша для посадки местом найти не может как бы то собственно все вот если делаешь то что надо то тебя конечно монотонная деятельность тормозит кстати аптечках вот отцы церкви да есть пословица помните в эту воду вступит а лочь дурное дело его статья монахов до в среднем века было наказание кое-что еще сильно пронялся вода влюда и человек от этого подвигалась кровь а в то же время а если бы он знал индийские эти штучки то как раз монтонная деятельность становится средством сосредоточения когда-то много лет назад 40 лет на бангалория значит там был такой эксперимент они ввели значит практику йоги значит на часовых заводах у них значит часы в заводах тогда собирали часы вручную в основном девушки до двадцати пяти лет пуши них реакция ну сохраняется и быстрота вот значит но они уставали от всего этого вот и значит обучили за счет фирмы до начала работы здесь 40 минут они расслаблялись до ходили код состояния вот и потом работали на счет весь день они даже ну собственно не особо не помню что она там делает просто полном автомате она как будто есть как будто нет да то есть монак бы с ума сошел а это вот использовали вот таким образом это интересно очень поэтому тут когда смотрят подойдешь и как используешь это делать нужно знать все очень просто нужно знать вот и тогда уже вот поэтому ну конечно когда есть какие-то острые такие ситуации привычные которые выбивают тут уж ничего не сделаешь нужно или не поддаваться ситуации наседа или потом ждать пока чухаешься ну собственно не да но мы за позайматься йогой я не знаю когда у меня ну короче была такая ситуация когда мама похоронил это было 88 потом месяц-два прошла чувствую себя хреново я по лестнице поднимаюсь и у меня я задыхаю 40 лет не удивите значит да и они не пойму чем дело не знаю что делать а потом нас как раз это за значит ну как проверяют значит нашим ней время тремя досмотр там развод или два проходят и вот у меня турнир говорит о мужик тебя там полная блокада праве от и бельфи пучка гиса сердца до такой мордой вдруг блокада да то есть откуда это у тебя ну я не стал беседе откуда я стал заниматься два часа утром два часа вечера и через три месяца закончилось но вот так вот то есть какие-то вещи ну они очень тяжелые тем более если это привычно привычный стресс то трудно от него иногда уйти это так ну подсказано кто хочет что-то добавить или вопросы они в голове нужно сначала перестроить что-то в жизни может быть что голове то это трудно переписываться я это так влияет но это много времени чтобы ушло то есть получается так что вот как был у меня такой интересный человек маленький такой коренастый весь бицепс от блин 50 лет но здорово как сразь блин я не знаю тюрьма с пристройкой вот но у него были приступы ярости вот ну вспыльчивает дико с детства у него отца отец был школьным преподавателем в городе львов так его чуть не засудили однажды при социализме еще он ударил ученика ну то есть у него крыша снесла да вот и у него были такие же вещи тоже говорит но он пришел то почему по другой причине у него там был бизнес в вашингтоне где-то в турции три бизнеса короче вот я говорю ну а чего вы хотите чего пришли то ну и спина во вторых вы знаете меня вот последние года говорит вот я сижу мы там я собрал там народ сечек 50 я там ну как бы глава фирма да вот она сел за стола риме вырубила и выбирать и ждут пока я хочу хочу странное впечатление я понял что-то делать вот и вот где-то у него очень трудно шло шла реализация вот надета года два чтобы проняло капитальная подумали блин как кожи как она наслаждение явля как с этим вот он или подымается но и доходит я чувствую же подымается и не доходит то есть вот но это опять-таки работа 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 все присыпаем практике спасибо